Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан В этот раз получилось удивительно разнообразным Я не ожидал, честно говоря, что особенно под конец оперативки Случится столько интересного и важного Так что запаситесь терпением и обязательно досмотрите сегодняшний ролик До конца будет очень много интересного Ну а начали неизбежно с достижений минувшей недели Как-то уж очень мрачно Хабиров восхищался участием региона В Петербургском международном экономическом форуме Возможно дело в том, что регион, по словам самого же Хабирова На этом форуме воспринимался исключительно как пчеловодческий Все нахваливали башкирскую пчелу Хлопали по плечам ростовые куклы, которые бегали там в костюмах этих самых пчел Ну и так далее Осторожно предположу, что даже Хабиров понимает Что 400 миллионов рублей, как выяснилось, именно в эту сумму обошлось участие республики в Петербургском форуме Так вот эти 400 миллионов рублей ушли, как говорится, в никуда Впрочем, Маргарита Булычева, конечно же, рассказала в своем коротеньком докладе О 26 соглашениях о намерениях общей суммой на 100 миллиардов рублей Подписанных на Петербургском международном форуме Но, увы, ближайшая перспектива реализации этих соглашений весьма туманна Ну, например, поспешное заявление Хабирова о создании аж 10 тысяч рабочих мест на складах Вайлберес Это на самом деле на 100% фейк Вайлберес на самом деле будет возводить новую очередь своих логистических мощностей Исключительно в соседнем Татарстане О чем уже подписаны более подробные, детальные и конкретные соглашения Между госпожой Бакальчук и руководителем Татарстана Минихановым Ну, а вот это поспешное заявление Хабирова всего лишь рефлексия, пожалуй, на успехи соседнего региона и не больше Хабиров, закончив обозревать свои как бы успехи на этом форуме Напомнил, что за сотрудничество с Китаем теперь отвечает у нас Назаров А за сотрудничество с Узбекистаном отвечает Шильдяев И попутно потребовал от обоих предоставить ему в конце концов уже дорожную карту вот этого самого сотрудничества Ну, мы уже много говорили о том, насколько необоснованы надежды и Хабирова, и в целом Российской Федерации На плодотворное сотрудничество с Китаем и Узбекистаном Потому что эти страны ведут весьма лукавую политику, особенно экономическую политику Соответственно, тут ожидать больших успехов, прямо скажем, наивно А пока Хабиров наслаждался международным признанием башкирских пчел В регионе из-под контроля вышли сабантуи В своем вступительном слове Хабиров заявил, что он уже язык сломал, как он выразился Требовать безалкогольных сабантуев в республике А они все равно остаются алкогольными И вот опять в Бакалинском районе некий Олег Алексеевич Вдарил горячительного напитка прямо в гостевой юрте сабантуя Представляете, какой ужас Хабиров пригрозил этому самому Олегу Алексеевичу увольнением и изгнанием из республики Потому что больше вот этот Олег Алексеевич в случае повторного употребления горячительных напитков в гостевых юртах Найти работу себе не сможет больше в регионе Хабиров с гневом заявил, что некоторые несознательные чиновники не поняли, что он, Ради Фаритович, оказывается, формирует в республике новую, невиданную культуру питья Хабиров заявил, что прошли те времена, когда нажирались и валялись под кустами Это была цитата Вот так Хабиров охарактеризовал прошлую итерацию культуры питья, а теперь все будет по-другому И он твердо заявил, цитирую, нет, у нас точно такого не будет У нас, заявил Хабиров, уже тысяча сел стали трезвыми селами Тысяча, тысяча сел Ну помним, да, про 10 тысяч рабочих мест и вот теперь тысяча сел Ну, немного поостыв, Хабиров поручил Забелину отыскать неуловимого Олега Алексеевича, которого не удалось вывести напрямую связь оперативного совещания Отыскать этого Олега Алексеевича, где бы он там ни был, ну и, как говорится, вызвать и разобраться Ну, не очень было понятно, кто же это такой Олег Алексеевич Я полез в интернет и выяснил, что упомянутый нарушитель алкогольных традиций питья Оказался главой Бакалинского района Ефимовым Олегом Алексеевичем И этот самый Олег Алексеевич теперь из-за рюмки горячительного всерьез рискует огрести как минимум крупные неприятности, а как максимум увольнение и изгнание республики Ну, вот таковы нравы нынче у Ради Фаридовича Видимо, это после ПМФ, вот этого петербургского международного экономического возлияния Вот таким образом Хабиров рефлексирует теперь у себя на родине здесь, в Башкортостане Завершая свое раздраженное вступительное слово к оперативному совещанию Хабиров упомянул водяную катастрофу в Училах, которая случилась в минувшие выходные Ну, почти весь населенный пункт, что-то около 30 тысяч человек остались без воды и уже третьи сутки сидят без водопровода В ходе разбирательства и опроса, причастных к этим событиям Выяснилось, что, оказывается, еще в 2021 году было дано поручение Хабирова разобраться с этим водоводом, который, наконец, разрушился окончательно И вот прошло три года, ВОЗ ныне там, водовод не был отремонтирован, а он, по словам очевидцев, вот как нам сообщили из Училов Хабиров полностью истлел в земле, там одна ржавчина, труп там нету И вот три года это поручение не исполняется Ну, хочется отметить, что все эти три года Хабиров исправно посещает петербургские экономические форумы И исправно тратит там по 400 миллионов рублей А вот на водовод в Училах денег за три года так и не нашлось Если вы никогда не попадаетесь на удочку телефонных мошенников и всевозможных интернет-шалотанов Не сообщаете никому данные своей кредитной карты То вы, очевидным образом, смогли сэкономить деньги и сберечь их, например, для помощи нашему каналу Соответственно, не скупитесь Помогайте материально нашему каналу Мы действительно нуждаемся в вашей помощи И любые суммы, которые вы способны жертвовать нашему каналу, помогают нам существовать дальше Помочь каналу можно единственно доступным способом Вот через этот расчетный счет, который мы вам демонстрируем Также вы его можете найти в описании под любым видео на нашем видеоканале Заранее вам большое спасибо Кратко обозрели ситуацию В ЖКХ на дорогах ИЧС Голована Верина Александровна заявила, что за истекшую неделю случилось три аварии в жилищно-коммунальной сфере Аварии, которые длились более 8 часов, но, естественно, и училинскую катастрофу с водой тоже упомянула Она назвала цифру 35 тысяч человек, которые остались без воды И еще 89 сел в Абзелиловском районе были обесточены торнадо Вот такая напасть случилась в Абзелиловском районе Повторюсь, в Училах водоснабжение населения так и не удалось восстановить Популяция дворников у Головановой стабильна По ее заявлению, 2900 человек неустанно метут день и ночь улицы в городах и селах Республики Башкортостан Вслед за Головановой отчиталась Любовь Викторовна Минакова Несравненная Любовь Минакова отчиталась от ситуации с ДТП за неделю Дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано 54 В них пострадало 55 человек и погибло 5 Статистика 2024 года превышает аналогичный период предыдущего года по погибшим на 27 человек Также Минакова упомянула, что на данный момент за 2024 год уже задержано свыше 7 тысяч пьяных водителей Для сравнения, в прошлом 2023 году за весь год было задержано примерно 13 тысяч пьяных водителей И если темпы этих задержаний и выявлений мерзавцев сохранятся, то в 2024 году будет поставлен очередной рекорд И количество пьяных водителей за рулем автомобилей превысит 15 тысяч человек Что, несомненно, свидетельствует о возросшей алкоголизации водителей за рулем А Хабиров тут, понимаешь, гоняется за какими-то главами регионов и районов, которые хлопнули лишнюю водку в юрте Ну, это очень характерно для того, чтобы понимать, что в приоритете у Хабирова Ему важно, чтобы глава какого-нибудь района не выпил рюмку водки, а не то, чтобы, значит, боролись с пьянством за рулем Завершая вопрос ситуации в республике Руководитель комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил печальную статистику о том, что За неделю 6 человек в республике Башкортостан сгорели в пожарах и еще четверо утонули в водоемах Начался сезон купания, с 1 июня он был открыт официально, и вот уже четверо утонувших Кирилл Первов сообщил, что в республике Башкортостан на данный момент сертифицировано 158 пляжей для купания Ну, будем с тревогой ожидать дальнейшей статистики о том, сколько же народу потонет в этом году в республике Башкортостан На этом оперативном совещании окончательно подвели итоги посевной кампании в республике Ильшат Ильдусович Фазрахманов отчитался о том, что яровой сев завершен и засеяно 2 миллиона гектаров Кормовых культур засеяно на 7% больше плана И потенциальный урожай погибший от заморозков посевы пересеяно на площади 7 тысяч гектаров Удобрений, по словам Ильшата Ильдусовича, внесено уже 90%, а также, несмотря на рост процентов по кредитам и рост стоимости техники Техника в республике закупается опережающими темпами В целом, доклад Фазрахманова носил абсолютно триумфальный характер И не оставил никаких сомнений в успехе сельского хозяйства республики Башкортостан Завершил свой доклад Фазрахманов анонсом семинара по возделыванию конопли в Буздягском районе 2 августа Ну, все те, кто не верит в успех башкирского сельского хозяйства Могут посетить семинар по выращиванию конопли и, вероятно, их убеждения будут изменены в корне Упомянув приближение Курбан-Байрама, который в этом году случится 17 июня, Хабиров потребовал экологически чистого забоя жертвенных животных В специально отведенных местах, а также перешел к вопросу строительства мечети Ар-Рахим Ну, как всегда бывает у Хабирова, если что-то совсем не получается, если что-то совсем провалено На выручку ему приходит Алан Марзаев Вопреки злорадному шепоту изданий, специализирующихся на гаданиях и рецептах приготовления учпачмаков без мяса Алан Викторович был непосредственно в зале совещания правительства А вовсе не на смертном одре в клинике в Москве Марзаев бодро заверил дорогого Радио Фаритовича, что две фуры с греческим мрамором уже пересекли российскую границу и движутся в направлении Уфы Мрамор этот предназначен для завершения облицовки миноретов на мечети Ар-Рахим И уже 17-18 июня Марзаев обещает приступить к работам по облицовке этих самых миноретов Также Алан Викторович сообщил, что достройка мечети теперь пойдет строго по графику и остановок не будет Хабиров довольно кивал и туманно упомянул о том, что именно он лично изыскал секретный источник финансирования культового долгостроя Рахимова Конечно же понятно, что Хабирову очень льстит ситуация, когда именно ему удастся достроить мечеть Которая оказалась не по зубам ни его учителю Рахимову, ни его заклятому врагу Хамитову Конечно же Хабирову очень нужна запись с золотом в истории Республики Башкортостан Как о самом великом строителе мечетей в регионе Стоит отметить, что именно пресловутый греческий мрамор стал в буквальном смысле камнем преткновения В конфликте между фондом Урал, которым управлял покойный Муртаза Рахимов И заказчиками-строителями мечети Ар-Рахим В бытность Рахимова руководителем этого фонда Урал И тогда, когда именно фонд Урал финансировал строительство Ар-Рахим Нанятые эксперты выяснили, что этот самый греческий мрамор закупался с многократным превышением цены Не знаю уж, как там делилась эта шапка В общем, Рахимов выявил вот эту ситуацию И начался тот самый пресловутый скандал вокруг строительства мечети Ар-Рахим Так что, ну, очень хочется верить в то, что эта ситуация не повторится теперь И что Алан Викторович глубоко вник в нюансы поставки греческого мрамора И вот это все, как говорится, у нас тут опять не всплывет на поверхность Потому что, ну, согласитесь, выглядит это дело довольно безбожно Когда при строительстве культовых сооружений происходят какие-то хищения Хотелось бы верить, что в этот раз это не повторится А вот под конец оперативного совещания и вовсе случилась сенсация Ради Хабиров сообщил, что ежедневно мошенники вымогают у легковерных жителей республики Башкортостан От 10 до 15 миллионов рублей Именно ежедневно Сначала он вроде как говорил про еженедельно, а потом его даже поправили В день 10-15 миллионов рублей И Хабиров предположил, что эти деньги поступают на нужды вооруженных сил Украины Таким образом, по словам Ради Хабировича, жители республики Башкортостан в месяц потенциально финансируют ВСУ Опять же, со слов Хабирова, на астрономическую сумму от 300 до 450 миллионов рублей в месяц Ну, лично мне, конечно, с трудом верится в подобную платежеспособность жителей нашего региона Но Хабиров очень уверенно все это заявил Он однозначно ассоциирует телефонных и интернет-мошенников исключительно с теми, кто ворует и крадет эти деньги в пользу вооруженных сил Украины Это не в неделю 10-15, это в день Значит, день Это в день То есть за неделю мы получаем 70, а то и 100 миллионов Ну, вот такие дела Хабиров с гневом потребовал развернуть широчайшую агитационную работу и кампанию Нацеленную на то, чтобы жители республики Башкортостан были бдительны и отказались финансировать вооруженные силы Украины через вот подобные каналы Как образец, Хабиров привел целую программу, которая разработана с этой же целью в соседней Челябинской области Вот тут хочется сказать одну вещь Дорогой Радий Фаридович Пожалуй, вы напрасно публично заявили, что жители республики Башкортостан, пусть и невольно, возможно, финансируют ВСУ на суммы, которые существенно превышают суммы, в которые обходятся нам, например, еженедельные гуманитарные конвои на Донбасс Ну, очень некрасит это в первую очередь саму власть, которая, по сути, расписывается в своем бессилии перед телефонными и компьютерными мошенниками В общем, конечно, получилось одновременно и сенсационно, и как-то очень уж некрасиво Потому что ситуация с телефонными и интернет-мошенниками, это ведь ситуация не вчерашнего дня Это происходит уже годами И вдруг Хабиров, значит, разразился вот подобной сенсационной статистикой Что мы, видите ли, оказывается, 450 миллионов рублей ежемесячно отдаем на финансирование своих, как говорится, противников, по сути Ну, со всякой политтехнологической точки зрения, это, конечно, была колоссальная ошибка сделать подобное заявление На самом деле, дабы не попасться на удочку телефонных и интернет-мошенников, нужно усвоить всего несколько очень простых правил Правил при обращении и общении с незнакомцами в интернете, либо по телефону Если звонящий сообщает вам, что вот он представитель каких-то там правоохранительных органов Зачастую они представляются сотрудниками МВД, СК, прокуратуры, ФСБ, чего только не представляются И он тут же вам сообщает, что в отношении вас возбуждено уголовное дело Ну, либо в отношении ваших родственников, соседей, бабки, жучки, внучки, там, или даже избушки И вот прямо сейчас по телефону он будет с вами обсуждать обстоятельства этого уголовного дела Сразу же делайте вывод, это точно мошенники Потому что сотрудники правоохранительных органов никогда не обсуждают ни с кем по телефону обстоятельства уголовных дел А тем более не проводят там какие-то опросы и не выясняют подробности каких-то деяний Максимум, что может случиться с вами в телефонном общении с настоящими сотрудниками правоохранительных органов Это приглашение на беседу, даже не на допрос По телефону на допрос не приглашают На беседу, на собеседование, от которого, кстати говоря, вы всегда можете отказаться Даже беседуя с настоящим сотрудником правоохранительных органов Вот это запомните раз и навсегда Если зашла речь об уголовном деле, вешайте трубку Второе правило Если собеседник представляется сотрудником банка, либо какой-то финансовой организации И в своем разговоре начинает там рассказывать какие-то истории о том, что с вашего расчетного счета ушли деньги там на Украину Теперь мы там вот тра-та-та-та-та-та-та А потом просит сообщить данные вашей кредитной карты Вот в таком случае тут же вешайте трубку Ну согласитесь, абсурдно Работник банка спрашивает номер вашей карты Он и так знает номер вашей карты В общем, все достаточно просто Вот если вы следуете этим правилам С вами ничего не случится И никакое ВСУ вы никогда в жизни не профинансируете Просто никогда никому по телефону или в интернете не сообщайте данные вашей кредитной карты И будет вам счастье Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин